На гостиной Брагинской земли представников Гомельского областного объединения профсоюза по доброй традиции сустракают хлевом солью. После непротяглой душевной утрки гости отправляются в районный выканавчий комитет. Тут их уже сустракают запрошенные коллективы разных предприемств, организаций и установ района. У Списи на узнагороджении их больше, как 30. У большинства своей это люди, которые все свое житие прожили на Брагинщине и не по чутках ведают об Чарнобыльской трагедии. Было страшно, мы сразу ничего не знали. Наши дети были зорниться в школе, у меня сын был в школе учился. Ну а потом начали нас вывозить, я здесь осталась с мужем. Мы эвакуировали и скот, мы и обпахивали, чтобы пожар оттуда не шел на наш комарин. Проведение доброчинных акций с вручением подарунков предприемствам, организациям и установам районов, которые наибольшие потерпели у вынику аварии на Чарнобыльской АЭС, Гомельским областным объединением профсоюзов в нашем регионе ладится что год. На Брагинщине делегацию уже у третий раз. С добрыми пожаданиями, подарунками профсоюзные работники наведали шерох социальных установ. В Брагинской центральной районной больнице, например, были урушены комплекты биолизны на сумму у 20 миллионов рублей. С 2006 года Гомельское областное объединение профсоюзов совместно с областными отраслевыми организациями профсоюзов ежегодно проводят благотворительную акцию, посещая регионы, пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В этот день мы хотели отдать дань уважения, благодарности, признательности людям за их каждодневный труд на благо района. Хочу отметить, что областное объединение профсоюзов – это единственное объединение профсоюзов в республике, которое организовывает и поддерживает эту акцию. Не обмянули уваги представники Гомельского областного объединения профсоюзов и установы адукации. Сюди они завитали солодкими подарунками, а так само сучасным техничным обсталяванием. В Брагинской средней школе гостей сустрели яркой музычной программой. Со сцены гучали проникненные песни и верши. Самые маленькие жихары Брагинщины – выхованцы ясли садка, отримали аналогичные подарунки. А в знак подяки они так само подрихтовали творчие номеры. Треба отзнашить, что год на Брагинщине з'является на свет каля 200 немаулят, что дает упылненность район мээ добрую будучыню. За эти 30 лет он очень преобразился, очень стал краше, были построены новые больницы, идет строительство жилья. А самое главное, что здесь рождаются дети. И если рождаются дети, то мы уверены, что будущее Брагина, он будет жить и в дальнейшем, жить и процветать. Отзначили приемными подарунками представники профсоюзной делегации, так само и дорослых талентов. У их лику Центр культуры и вольного часа у агрогородку Бурки Брагинского района, а так само переможцы-удельники Республиканского профсоюзного конкурса «Новые имены Беларуси». До речи отдать данину поваги людям, які имужно змагались с наступствами Чарнобыльской катастрофы, по час доброчинной акции представники Гомельского областного объединения профсоюзов змагли и на урочистом митингу. Ее надбылся для мемориала отселенным вёском и памятника Василю Игнаценку, який одним из первых вступил у Чарнобыльское пекло, принявши на себе огонь палаючих реактора. У целом, пасля катастрофы на Чарнобыльской АЭС, у вынеку забрудживания радеонуклидами, больше як 50 вёсок Брагинского района были отселены, а 8 – пахаваны. Про 30 годов люди не забыли минулое, але зупыненностью глядять у будушиню. И дягують усім, хто на протягу гэтых годов допомагал змагаться с бядой и протягивая оказывать Брагиншине свою подтрымку. Нас не оставили в беде. С нами многие организации, общественные, государственные организации. И та помощь, которая была оказана и государственными, и общественными организациями, и зарубежными организациями, конечно, она сегодня чувствуется. Потому что вы сами видите, как преобразился наш район. Сколько вложено труда, материальных строя для того, чтобы люди здесь жили нормально, как живут все остальные регионы.